Какая у вас там задача была? Пройти по лесу, проверить дорогу, наличие мин. Пиздец. А как, а что, а блять, это ж пиздец. Так точно, прошли порядка полтора километра, нашли 20 мин противотанковых. Которые заминированы, вернулись обратно. То есть вы как-то помечаете, чтобы их убирали? Да, да, мне телефон дали, телефон дали на андроиде, там приложение есть. Как поняла, Киропян сейчас отпуска 5 июля, наверное, выйдет и якобы будет формировать свой. Пусть нахуй заднюю сдают. Нихуя страшно, жизнь нахуй на армии заканчивается. Они не слушают. И вообще по барабану на всех людей посрали, они тут только колокольни. Зря, 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 сильно зря. Не нужно доказывать, что здесь мужики. Тяжело, очень тяжело и на нахуй этого не стоит. А ты что тогда поехал? Ну потому что, блять, меня сам Захаров выдернул на разговор. Как бы это... Тоже надо было наказать, что ты мужик. Да не то, что просто заднюю низ, даже за хором. Перед за хором. А он, в смысле, начальником приехал? Да, командующим приехал в армию. Потому что командующего армии штатного отстранили. Почему? Да нихуя не справляется. Тут такая хуйня, я тебе говорю. Тут, блять, даже командующий армии льет в уши, сытся к хуйню, к вышестоящему начальству, что все заебись, все получается. У нас народы полные кучи. Они подают данные, например, наступление идет 26 человек. Они подают 100, 26 человек идет наступление. И за наступление, короче, пехоте платят деньги. 8 тысяч в сутки за наступление, короче. А 100 человек пишут, нахуй, всяких левых разных хупами вообще откуда. Кто-то там в тылу, не в тылу, я так подозреваю, блять. Так эти деньги кому приходят? Да вообще хуй пойми, кому они потом приходят, нахуй, эти деньги. Я тебе говорю, наступают такими мелкими группками, нахуй, по 20 человек, по 15 человек, по 2. Вот вчера был батальон якобы третий наступал там у них. У них там, наверное, человек, наверное, блять, 150, наверное, в общей сложности наступало. И то я так сомневаюсь, я думаю, там, ну, человек 120, наверное. И то из них, нахуй, говорю, вот 23 сразу раненых, нахуй, 7 убитых, этого минус 30. Вот и считаю сразу. Они там сейчас посидят немножко еще, их там еще поколотят, нахуй, минерметами понакрывают. Половина очканут, половина за 300 и уедут оттуда. Ну и я тебе говорю, такая хуйня будет длиться долго и муторно. И пока мы тут, нахуй, хуй знает, что мы не сделаем. Наши берегут артиллерию крупнокалиберную. Они не стреляют крупным вооружением почему-то. Понимаю, то ли такое ощущение, что жизни людей дешевле, чем ракеты. Сейчас перестали платить. Раньше платили всем, короче, раненым, платили всем по 3 миллиона. Потом до какого-то июня эта вся хуйня прошла. Потом Путин понял, что это нахуй большой отток, короче, бабок. Потому что люди начали это подставляться специально. Когда там раненые, то ли руки себе стреляют, то ли ноги стреляют, то ли руки вытаскивать из окопов, когда минометный обстрел проходит. И уезжать с тремя мультами. И все, мы участники, мы получили 3 миллиона. Все, заебись, мы сейчас все здорово, больше хуй поедем. Ну и потом развили, короче, на ранения легкие и тяжелые. Легкие ранения не являются, например, огнестрельное в ногу сквозное, то есть пока тебе кости не задело, это у тебя легкое. Если тебе ноги, пальцы оторвало, например, кости задело, внутренние органы повредило, тогда это тяжелое ранение, за которое тебе положено компенсация в размере 3 мультов. А то есть так, если ногу прострелят, либо осколок залетит куда-нибудь, то это все хуйня. Тебе там положено максимум, наверное, 1060 по минималке и пиздец, и все. И пиздуй дальше, служи. Ну и, короче, вот такая вот градация произошла. И теперь получается, даже если сейчас за трехсотят кого-то, то как бы ты нихуя не получишь, просто максимум там по военной страховке что-нибудь копеечку. Поняла. Сейчас у вас все, больше задач нету пока просто? Ближайшие сутки пока нету. Да я не могу на связь выйти, нахуй, связи нету. Пиздец. Не берет радейка. С высшестоящим руководством, да? Да никого нету, никого не слышу. Спасибо. Спасибо.